Карачао-Черкесия в эфире телеканала Россия 1. Здравствуйте, это Горячая Линия. Сегодня мы поговорим о том, как будем жить после пандемии и ответим на вопрос, будут ли раздавать инвалидности тем, кто переболел коронавирусом. Начинаем, поехали. Дорогие наши зрители, мы работаем в прямом эфире и сегодня на ваши вопросы будут отвечать министр здравоохранения Карачао-Черкесии Казим Шаманов. Здравствуйте. Зури Доргунова, руководитель, главный эксперт по медико-социальной экспертизе по Карачао-Черкесии. И Бескокотов Сергей Васильевич, руководитель Роспотребнадзора по Карачао-Черкесии. И первый вопрос. Давайте зададим министру. Накануне этого прямого эфира, буквально за несколько минут, Собянин сделал послабление для лиц, кому уже 65 лет исполнилось, что с 8 марта они могут уже ездить по Москве, по метру и даже карты сблокировали. Что наших ждет пенсионеров 8 марта? Что говорят в кулуарах? Вы знаете, в начале нашей передачи я хотел бы поздравить всех женщин, которые смотрят этот эфир с наступающим 8 марта, пожелать во всем здоровья, счастья и побольше улыбок и хороших вестей. На ваш вопрос я бы хотел ответить. Вот рядом со мной сидит руководитель Роспотребнадзора. Все карантинные мероприятия, все мероприятия, связанные с какими-то ограничениями, выносятся руководителям Оперштаба, это главой республики, с одобрением и в том числе с рекомендацией руководителей Роспотребнадзора, руководителей Министерства здравоохранения. Мое мнение, что на сегодняшний день вводить уже по... идти как Москва, чтобы снимать какие-то ограничения, я считаю на сегодняшний день еще рано, потому что тенденция у нас такая, что очень много людей старше 65 лет у нас еще продолжают болеть. Многие из них находятся у нас в госпиталях. Но я хотел бы, чтобы более подробное, Сергей Васильевич, вы скажете? Да, на сегодняшний день у нас, к сожалению, эпид-процесс по коронавирусной инфекции еще не прекратился. Мы продолжаем выделять ежедневно какое-то количество заболевших. Эта информация у нас в свободном доступе публикуется. И лица старше 65 лет пожилого возраста, а также лица с хроническими заболеваниями у нас находятся под особым вниманием, они все под учетом. Многие из них еще не болели, и я надеюсь, не заболеют. Но я очень хотел бы, чтобы этого не случилось. И на сегодняшний день, вот Казим Азаталевич сказал, нам пока еще рано говорить о том, чтобы снимать для них ограничения. Нужно подождать еще немножко, когда у нас более-менее сформируется коллективный имитет, и имеем в виду у жителей нашей республики, и достаточными темпами будет идти вакцинация. А скажите, пожалуйста, чуть-чуть подождать, чуть-чуть это сколько? Дайте какую-нибудь надежду. Я не могу сейчас какие-то сроки называть, все зависит от эпидпроцесса, как он будет развиваться. Если будет значительное снижение заболевших ежедневно, еженедельно, тогда уже мы методами расчетов и дадим предложение главе нашей республики о снижении или уменьшении ограничительных мероприятий. Но вот вы специалисты в этой области больше понимаете, когда зрители ежедневно смотрят сводку за перштаба, сколько заболевших у нас. Какая цифра должна прозвучать, чтобы уже была надежда, что завтра уже будут послабления? Это 15 человек в день, в 10 человек в день? Ну, я думаю, что цифры должны быть такие, какие у нас были примерно в июле месяце, когда у нас были единичные случаи заболевших, и когда у нас в госпиталях было минимальное количество больных, по-моему, там что-то меньше 100 человек. 29 человек. 29 человек. Вот примерно вот такие цифры, если мы выйдем, можно будет говорить о смягчении ограничений. Если мы сейчас это сделаем, я просто не знаю, ну, нежелательно это делать, конечно, но мы можем иметь негативные последствия. Спасибо большое. Зрителям напоминаю, что наша редакторская группа работает и принимает ваши звонки. Звоните нам по телефону 22 00 36 22 0 6 73. Все вопросы будут доставлены к нам сюда в эфир. Те, которые не успеем озвучить, специалисты дадут ответы и позвонят. Поэтому не стесняйтесь называть свои имена и фамилии. Вот, сейчас мы прервемся на рекламу, а потом будет первый вопрос эфира. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Дарите эмоции. 585 Золотой. Садово-огородный центр «Симбат» предлагает все для весенней посадки. Семена, удобрения, укрывной материал, средства для весенней обработки сада. Ждем вас по адресу Черкесск, Балахонова, 70, телефон 21 70 71. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте минбанк.ру или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Это горячая линия телеканала «Россия-1». Мы работаем в прямом эфире. И вот перед самым эфиром к нам дозвонился Николай Степанович Пшеничный, город Черкесск, Кульсомеждународный, инвалид первой группы по зрению. Очень просим обратить внимание на то, что когда к нам инвалидам по зрению, по вызову приезжают участковые терапевты, они практически никогда не измеряют температуру и давление. Или у слепых не бывает температуры и давления. Хотелось бы, чтобы для нас таких исключений не делалось. Общество слепых убедительно просит министра здравоохранения КЧР определить одного курирующего у нас терапевта, который как семейный доктор будет знать нас всех и наши проблемы. Заранее благодарим, чтобы каждый раз новому врачу не рассказывать всю свою биографию. Вы знаете, лечащий врач по основному заболеванию, я понимаю, что это может быть единственный. Который знает их основное заболевание, с которым они получили инвалидность. А участковые терапевты, они по территориальному признаку распределяются. Некоторые живут в том районе, который обслуживает медико-санитарная часть. На сегодняшний день это лечебно-реабилитационный центр. Некоторые наши инвалиды живут в другой части города, который обслуживает городская поликлиника. Есть у нас инвалиды, в том числе и по зрению, которые живут в других районах и городах нашей республики. Поэтому признак участковости, я считаю, на сегодняшний день более оптимальный. Тем более, один врач, который будет закреплен, он имеет право на отдых, он имеет право на отпуск, он в конце концов может тоже заболеть. Поэтому, чтобы не прекращалось диспансерное наблюдение этих групп, поэтому я считаю, что на сегодняшний день это прописано в приказах Министерства здравоохранения. Согласно им, мы и работаем. Регламент нашей работы прописан. Поэтому есть участковость, где каждый участковый врач отвечает за свой участок. Но то, что говорят, что должны измерить температуру, давление, я полностью согласен, что есть порядок осмотра наших пациентов, в том числе порядок осмотра и на дому, в который эти процедуры являются обязательными. И я обязательно этот вопрос подниму перед руководителями наших поликлинической службы, которые выезжают на дом, чтобы этот вопрос у них был на контроле. Спасибо. Жительница Черкеска, Кокачевская, Нина Ивановна, 68 лет, инвалид второй группы. Недавно обратилась к невропатологу в республиканскую поликлинику. Врач рекомендовала сделать срочно МРТ. Но так как вес Нины Ивановна 118 килограмм, то ей было в этом отказано. А на вопрос пациентки, где можно пройти МРТ, врачу было сказано, «Не знаю, спросите у министра». Многие люди сталкиваются с данной проблемой, у которых большой вес. И все же, где можно сделать МРТ, людям с ним маленьким весом. Вот она получила возможность спросить у министра, как советовал врач. Если это плановое, то на сегодняшний день врач имеет право поставить ее на очередь до двух недель. Это плановое МРТ. Если это по жизненным показаниям, мы делаем в тот же день. А что касается нашей пациентки, вы, если есть, дайте мне ее номер телефона, мы с ней сами свяжемся, и мы сделаем МРТ именно на базе республиканской больницы, или на базе республиканской больницы, мы сделаем МРТ, конечно. Так, Нина Ивановна, вот к вам обращаемся. Вы назвали себя и все, но нет вашего телефона. Пожалуйста, дозвоните в нашу редакторскую группу, дайте ваши контакты, и вам сделают МРТ. Так, далее. Тамара Капушева из Черкеска спрашивает. В Карачаево-Черкесии в начале пандемии было очень много медиков, которые вообще отрицали коронавирус. Медики размещали в различных соцсетях аудио- и видеообращения к народу и просили не паниковать и не верить информации о появлении новой инфекции. За год ни одного медика не привлекли к такой какой-либо ответственности за фейк-ньюс. Была даже комичная ситуация, когда пожилая медсестра из Карачаевского района делала видеообращения о масках и социальной дистанции. Потом появилось видео, где она говорит, что ее заставили это говорить. А так, коронавирус это чушь. Сейчас немало врачей и медсестр, которые фыркают и отговаривают от вакцинации. Как с этим мракобесием бороться? Потому что наша зрительница, она верит и в коронавирус, и в вакцину, и что она поможет. Вы знаете, в коронавирус может не верить только человек, у кого есть какие-то проблемы с восприятием этого мира. Потому что мы все столкнулись с этой проблемой. Многие из нас сами прошли через эту болезнь. Многие из нас работали в госпиталях, видели это воочию. И когда вначале, я помню, это не только медработники Карачаева-Черкесия, это и многие ученые-мужи рассказывали, что это обычный грипп, что это мы пройдем на ура, завтра победим, и завтра все будем вместе работать. Но эпидемиология, вирусология показала, что на сегодняшний день это очень серьезное заболевание, которое может привести к очень плачевным результатам, если относиться к этому халатно. На сегодняшний день тот, кто отговаривает от вакцинации, честно сказать, вот я слышал выступление одного очень уважаемого человека, который сказал, тот, кто не вакцинируется и сидит дома, это его право. Тот, кто не вакцинируется и выходит и общается с людьми, он создает прямую угрозу этим людям. Он прямо сказал, что это преступление на сегодняшний день, потому что любой из тех, у которых нет антител, который заболел, он является угрозой для всего общества. А тем более это те, которые работают в тех профессиях, где часто приходится сталкиваться с людьми, где это в том числе, в первую очередь, я даже сказал, это медработники. К нам на прием чаще всего приходят люди, имеющие какие-то проблемы со здоровьем, если, не дай бог, медработник еще и заразит ковидом, не будучи привитым или который отрицает привитым, то на сегодняшний день у нас в законодательстве есть определенные статьи, за которые он понесет ответственность. А то, что не привлекали их к ответственности, ну, как вы помните, в конце 2020 года только Госдума одобрила закон, по которому за привлечение уже, вплоть до уголовной ответственности, до двух лет лишения свободы за то, что люди недостоверную информацию могут выдавать. Может ли переболевший коронавирусом или привитый сотрудник организации не выходить на работу и уйти на самоизоляцию, потому что он был якобы в контакте с инфицированным? Дело в том, что особенно в бюджетных организациях есть товарищи, злоупотребляющие правом карантина. Они не ходят на работу. Заставить их трудиться не могу. Боюсь, что меня обвинят в ковидном богохульстве и предвзятом отношении. Но ведь контакт с больными – это замкнутый круг. Кто будет работать, если любой контакт с больным освобождает от работы? Может, у Минздрава или Распотребнадзора есть полезный совет для работодателей, чтобы законно заставить человека работать? Прошу не называть моего имени таких несчастных директоров, как я, очень много. Если можно, я отвечу. Дело в том, что иммунитет, в том числе против коронавирусной инфекции, вырабатывается примерно через полтора месяца после или перенесения болезни, или после вакцинации. За эти полтора месяца человек, который, например, получил прививку, он также может заразиться и заболеть, потому что защита у него пока в организме не сформировалась. Но я не считаю, что это дает ему право просто-напросто не ходить на работу, если он не был контактным. Он может ходить на работу, но соблюдать меры предосторожности, то есть носить маску, обеззараживать руки, проветривать помещение. Это гарантирует практически на 100%, что он и сам не заразится, и не заразит кого-то из своего коллектива. Такого права, я считаю, у человека нет находиться дома, и работодатель может применить к нему свои меры. То есть, получается, если я пошел куда-нибудь на свадьбу, там выясняется, что кто-то заболел, а я уже давно переболел коронавирусом, может быть, даже мне привили. Могу ли я вам как начальнику сказать, вот я там был контактным лицом, не приду на работу в ближайшие две недели? Вот этот человек, который был на свадьбе, где-то выявился больной, он должен быть обследован методом ПЦР-диагностики, то есть мазком, на наличие у него коронавирусной инфекции. Если мазок покажет отрицательный результат, у него нет оснований, но дело в том, что в любом случае он может даже если заболеть, то заболеть не сразу, через некоторое время. Ну, пока я позвоню, пока мазок возьму, пока результат придет, уже с понедельника по пятницу пять дней пройдет, а во выходных уже можно всего неделю. Если мазок отрицательный, он может точно так же ходить на работу. Но если он будет официально контактным, существует определенный инкубационный период, 14 дней, в котором он должен находиться дома. Мы таких людей, естественно, выявляем методом обзвона, опроса и выдаем им постановление. Они должны находиться дома. Только в случае, если не был прямой контакт с заболевшим. Кулизар Шавхалов на Батруково, села Чапаевского спрашивает, улица Центральная, 243. Я обращаюсь к вам от имени, от своего имени, еще четырех таких же пациентов, как я. Мы находимся на диализе, но для нас нет транспорта, чтобы возвращаться домой после этой жизненно важной процедуры. В прошлом году дали новую машину скорой помощи, но сейчас ее забрали и нас возят на старой «Газели». Мы просим выделить нормальный транспорт для развозки диализников. Я эту проблему знаю, эта проблема существует, но на сегодняшний день на диализ их возят. Конечно, машина не новая «Газели», их возят на диализ. Все машины скорой помощи у нас были задействованы для борьбы с COVID-19. Это касается и Прикубанского района, и города Черкеска, и всех наших районов и городов Карачаево-Черкесской республики. Это была и на сегодняшний день остается достаточно напряженной ситуацией. Вот, простой пример скажу. За сегодняшний день было 522 вызова скорой помощи по республике. Поэтому все наши средства и силы на сегодняшний день задействованы для помощи нашим больным. Но в то же время это ни в коем случае не снимает с нас ответственности. Машина была предоставлена. Когда будет ситуация уже более благоприятна, мы, конечно, тот транспорт, который у них был, мы им, конечно, вернем. Спасибо. Светлана Ивановна Беньяминова, инвалид первого группы, Черкесск-Первомайская, 41. Прошу оказаться действия в получении таких препаратов, как Галвус и Яномед. Также прошу обратить внимание руководства Министерства здравоохранения на некоторое поведение сотрудников Хапсирокова и Асият. Это, видимо, в эндокринологии. Вы знаете, да, это препараты для лечения сахарного диабета. В конце 28 февраля и часть препаратов 1 марта мы получили. Они лежат у нас на складе. Но в связи с тем, что на сегодняшний день введена маркировка лекарственных средств, так называемый честный знак. Дайте, пожалуйста, вопросы. Продолжаем. Поэтому на сегодняшний день они у нас есть. И я думаю, с 9 числа мы их всех начнем выдавать. Часть препаратов уже есть в эндокринологическом диспансере. Остальные у нас на складе есть. И я думаю, с 9 числа наши больные, которые с сахарным диабетом... Единственное, у нас проблема всегда существует с импортными препаратами. Так как те препараты, которые выпускаются на территории Российской Федерации, мы обязаны закупать их. Но по медицинским показаниям мы стараемся идти навстречу всем. Елена Качкарова только что дозвонилась. Черкесская получала инвалидность. Сотрудники в ТЭК отнеслись ко мне очень доброжелательно. Были очень вежливыми. Хочу поздравить коллектив с наступающим праздником. Всем спасибо. Спасибо. Ну вот и Джамиля Тукова из Черкесской спрашивает. И моему племяннику 4 года внезапно обнаружили сахарный диабет. Может ли он получить инвалидность и куда обращаться? Добрый вечер. Конечно, по месту жительства, к профильному врачу, при наличии стоких ограничений жизнедеятельности, оформляется направление НАМСЭ, в электронном виде передается в наше учреждение. И мы проводим экспертизу без участия и детей, и взрослого населения. Это по последнему временному порядку определения инвалидности. То есть, если у ребенка есть сахарный диабет, ему инвалидность положена? Да, положена. Еще больше скажу. Если инсулинзависимый сахарный диабет, то мы устанавливаем до 18 лет при первичном освидетельствовании. Фатима Узденова из Черкесской. Сначала прививки против ковида продавали во флаконах, сейчас в ампулах. Это одно и то же. Вы знаете, прививки от коронавируса никогда не продавали. И в том числе Министерство здравоохранения любого региона России их никогда не закупало. Мы получаем их централизованно от Минздрава Российской Федерации. Во все регионы. И если есть факты, что где-то в медицинской организации их продавали, я готов с этим человеком встретиться и дальше по этому факту разобраться. А то, что разные заводы, разная фасовка. У нас не один завод выпускает препарат для вакцинации. Их у нас на сегодняшний день минимум 7 заводов, которые занимаются выпуском вакцины. Поэтому каждый фасует. Самое главное, что действующее вещество во всех одно и то же. Татьяна Усачула из Черкесской спрашивает. Мой отец инвалид. Из-за ковида ему продлевали инвалидность заочно. В мае срок заканчивается. Если ему опять будут продлевать заочно или нужно идти в ОВТЭК. С 1 марта мы получили постановление правительства Российской Федерации. С 1 марта по 1 октября продлевается заочное продление инвалидности. То есть ранее, кому была установлена инвалидность, продлевается еще на полгода. До 1 октября. То есть заочно, да, дистанционно мы будем продлевать на полгода. На 6 месяцев. Отлично. Роза Мерия Мукова из-за улобеслиния. У меня бронхиальная астма, 15 лет. Уже, как поставили диагноз, смещение позвоночника. Могу ли я получить инвалидность? Если, опять-таки, лечащий врач найдет стойкие ограничения жизнедеятельности у данного гражданина, конечно, направят и проведем экспертизу. И если будут, еще раз повторяю, стойкие ограничения, будет установлена группа инвалидности. Сегодня по инвалидности очень много вопросов. Антонина Тарасенко, поселок Правокубанский. Я инвалид, у меня астма, тяжелая форма. 4 месяца нет лекарств. Предлагают аналоги. Они мне не помогают. Когда это закончится? Для того, чтобы получить оригинальный препарат, все торги в Российской Федерации по 44-му ФЗ проводятся по международному наименованию. А фирмы, которые, вот, зарубежные фирмы, которые их изготавляют, это называется торговое наименование. Поэтому, когда мы выставляем на торги по международному наименованию, побеждают те, у кого более приемлемая цена. И чаще всего это бывают дженерики. Аналоги – это дженерики. И если у человека есть противопоказания, или данный препарат не является для него препаратом выбора, это все устанавливает комиссия медицинского учреждения, к которому он приписан. Вот так она может обратиться? Она обращается к своему лечащему врачу. Он смотрит ее состояние. Если данный препарат не действует, там комиссионно принимается решение о приобретении не по международному наименованию, а именно по торговому наименованию. Это заключение приносится к нам в Минздрав. И по этому заключению, приложив это заключение, мы уже отдельно персонифицированно проводим именно закупку данного препарата для данного человека. То есть, получается, у нашей зрительницы есть шанс получить лекарство? Конечно. Все зависит от того, от решения той комиссии, где она лечится. Кишмахов Мухадин Александрович Завлопсыш. В ноябре прошлого года мне была сделана операция на коленном суставе. С того времени пытаюсь получить направление на реабилитацию, но мне в районной поликлинике отказываются, ссылаются на отсутствие необходимых препаратов. Могу ли я пройти реабилитацию в другом месте? И что для этого необходимо сделать? Вы знаете, вообще это третий этап реабилитации, это когда уже человек прошел уже и первый, второй, первый, второй, это при лечебных учреждениях, то, что он хочет дальше пройти реабилитацию, просто надо понять, он хочет в лечебном учреждении, мы ему поможем, у нас есть лечебно-реабилитационный центр, мы можем направление дать туда. Если он хочет пройти где-то санаторно-курортное лечение, то это уже надо обращаться в... В консоциальный страх. Ну, если я от Халиловна, Зеленчукский район, я переболела ковидом, два раза уже делали КТ, сейчас мне необходимо лично плановое лечение, а в больнице опять требуют результаты КТ, хотя тест на ковид у меня отрицательный. Сколько можно себя облучать? Почему такие требования? Таких требований нет. Есть показания, вот когда наложится в учреждение на лечение, или профилактику, там уже лечащий врач решает, нужно КТ делать или не нужно. Все зависит от того процента поражения, который у человека был, когда он лежал у нас в госпиталях, и это является диагностическим подспорьем для любого доктора, для того, чтобы понять, идет на какой стадии процесс выздоровления, чтобы понять, если было раньше 80%, куда сегодня идет человек со своим здоровьем, какие ничемные мероприятия дальше надо назначать, чтобы улучшить состояние нашего пациента. А насчет облучения по КТ, на сегодняшний день это цифровые аппараты, и как смотрели один из руководителей Роспотребнадзора, сказал, что перелет на самолете трехчасовой равенится к одному КТ. В продолжении темы по предоставлению отрицательного теста при госпитализации, вот Рита Кишмахова спрашивает, почему нет бесплатного тестирования при госпитализации на коронавирус, потому что она уже устала платить деньги, потому что везде требует этот результат, а везде это только платно делается. Для чего тогда полис ОМС нужен? Вы знаете, более полутора тысяч тестов ежедневно делается бесплатно у нас в республике. Одна из основных наших лабораторий находится на базе Роспотребнадзора. Мы совместно тестируем. Есть тестирование по медицинским показаниям, есть тестирование, когда человеку это надо, для устройства на работу, поездки в санаторно-курортное учреждение. Сейчас во многих местах требуют эту справку, поэтому по медицинским показаниям делается все бесплатно. Полность медицинского страхования дается для оказания бесплатной медицинской помощи по показаниям. Вот куда человеку надо обратиться, если ему надо госпитализироваться, и от него требуется, чтобы получить это бесплатно? Потому что вот та же Рита говорит, вот стою в очереди, а я госпитализируюсь, тоже плачу, и те, кто по Турции мотается, тоже стоят и делают такое. Она должна обратиться к своему участковому терапевту. И она обязана выдать управление. Она ее направит, и дальше она пройдет тестирование. Валентина Семеновна Изиева спрашивает тоже про жизненно необходимые препараты, но, как уже сказал министр, с 9 марта начнут выдавать, правильно? Да, да, да. Дальше. Александр Иванович, и ты ли инвалид 3 группы, Черкес-Гутикулова-36. Мой диагноз – хроническая обструктивная болезнь легких. Почему с октября? Ну, тоже легкие. Препараты с 9 марта появятся. Так. Я вас попрошу, просто мы сейчас говорили, что 9 марта у нас есть часть препаратов, которые мы получили уже для лечения больных сахарным диабетом. А вот те препараты, которые нужны нашим пациентам, вы можете фамилии и имени не называть их вслух, а вы мне список дадите. Да, мы вам все дадим. Все-таки есть какое-то понятие о медицинской тайне. Да. Поэтому вы мне дадите весь список этот, я с ними обязательно свяжусь, обсудим, и, может, эти препараты уже есть и в наличии. Хорошо, мы это сделаем. Жительница Черкеска от имени мам детей инвалидов спрашивает. Спасибо большое, Роза. В здании детской поликлиники в Черкесске совершенно не предусмотрено передвижение детей инвалидов на коляске. Подниматься с 14-летним подростком-инвалидом по лестнице нет возможности, тем более, если ребенок уже больше мамы. А в лифт инвалидная коляска не помещается. В фойе поликлиники есть возможность поместить магазин со всякой мелочевкой, а поставить элементарные скамейки для детей и родителей нет. Кто был в детской поликлинике, знают, что где регистратура, там есть и скамейки, есть и место для ожидания. Но я полностью согласен, что сейчас на сегодняшний день коляски, которые выпускает промышленность, уже не те, на которые, когда строилась данная поликлиника, были совсем другие, более маленькие коляски для детей, и они тогда помещались. Сегодня уже более комфортные дают деткам средства передвижения. Поэтому полностью согласен. Но мы сейчас примем решение о том, чтобы для маломобильных групп сделать внизу кабинеты осмотра, пока мы не решим вопрос, все-таки замена лифта, это за собой тянет измерение лифтовой шахты, поместится, не поместится, насколько двери работают, открываются. Этим вопросом мы уже занимаемся, потому что этот вопрос был ранее озвучен. Я думаю, какое-то решение положительное мы все равно найдем. Но на сегодняшний день мы постараемся, чтобы помощь маломобильным деткам оказывалась внизу. На первом этаже? Я хотел бы этот... Вы знаете, вот мне коллега показывает, что у него есть ответ для обратившегося по данному препарату. Представьтесь, пожалуйста. Хапсирокова Лейла Юрьевна, начальник отдела лекарственного обеспечения госзакупок Минздрава Карачао-Черкесской республики. Я хотела прежде обращение шителя Александра Ивановича. Я хочу ответить следующее. Дело в том, что ему нужен фарадил комби, который отсутствует с октября месяца 2020 года на фармацевтическом рынке. Ему неоднократно предлагался препарат-аналог, взаимозаменяемый по фармгруппе. И он лежит для него, персонифицирован в аптеке, но он отказывается забирать его. То есть он требует оригинальный препарат, но его сейчас нет на фармрынке. И надежды, что появится, нет, если не производят. По какой причине отсутствует, нам неизвестно. Знаете, у меня просьба такая. Если у нашего уважаемого жителя республики просьба воспользоваться тем препаратом, что есть, но мы возьмем на контроль, и как только этот препарат появится на фармрынке, мы его обеспечим именно оригинальным препаратом. Спасибо. Рыбникова Нина Ивановна, 65 лет, Урупский район, позвонила и сообщает, в 2016 году заменили коленный сустав, но он не приживается. Не могу получить квоты на повторную операцию. Помогите, пожалуйста, уважаемый Казим Азриталиевич. Мы, вы знаете, вот у нас есть очередь на квоты именно по замене суставов. Очередь может достигать до полугода. Но это связано не с тем, что мы не посылаем, а с тем, что квоты выдаются на лечебные учреждения, на федеральные центры, которые проводят эти операции. И когда мы посылаем документы, то уже данное учреждение решает, брать человека, не брать, а если берут, то когда назначат на операцию. Значит, видимо, есть какие-то противопоказания для операции, для повторной операции. Надо, наверное, пройти какое-то определенное лечение. И я приглашаю в 125-й кабинет. Вот здесь начальник отдела Бачаев был Азрит, она сидит. Она с удовольствием примет и поможет в данном вопросе. Если нужно будет дополнительное какое-то лечение, мы это все сами организуем. И на все вопросы мы ответим и поможем. Конечно, это наша работа. Юрий Кузнецов спрашивает из Черкесска. Это, скорее всего, вопрос к Бескокотову. А вот в соседнем Краснодарском крае, когда объявляют количество заболевших, еще рассказывают о том индекс заражаемости. Больше единицы или меньше единицы? В Карачаево-Черкесии какой сейчас показатель? Один человек сколько сейчас может заражать? Дело в том, что по нашим эпидемиологическим законам, вернее, не законам, а нормам, один человек в течение одного дня больной может заразить до 8 человек. Но это как бы метод такой не очень точный. Может быть больше, может быть меньше. Это средняя цифра. А то, что касается коэффициента распространенности, он у нас на сегодняшний день 0,8. Спасибо. Зинаида Алиева из Саратюза спрашивает, будут ли выделять целевые места для поступления в медицинские вузы? Как об этом узнать? На сегодняшний день правила поступления чуть-чуть изменены. Если раньше целевые места бюджетные выделялись на республику, то сегодня целевые места выделяются на учебные заведения. Прямо на институты, академии, университеты, где готовят специалистов. И методика была, что наши абитуриенты заключают договор с лечебным учреждением, в которое они обязаны будут вернуться и отработать. И с этим договором они едут на выбор в любое учебное заведение страны, подают туда свои документы. Там они выдерживают определенный конкурс. Все зависит от того, сколько человек там хочет обучаться. Они выдерживают конкурс, и по результатам конкурса они зачисляются. Но после окончания, они обязаны будут вернуться в это учреждение и отработать. А вот скажите, пожалуйста, вот, например, в Саратюзе или в Учкекене приходит к главному врачу в Учкекене, говорит, я хочу у вас работать. Он пишет там бумагу, и с этой бумагой пытаться поступать. Правильно? Это не бумага, это договор. Да, договор. Между абитуриентом и... То есть сначала должен быть главный врач заинтересован, что ему такие кадры нужны. Вы знаете, каждый главный врач знает, по какой профессии, какие специалисты ему нужны. Поэтому он предлагает абитуриенту именно на лечебный факультет, именно на педиатрический факультет. А вот скажите, пожалуйста, вот главный врач видит в абитуриенте потенциал, что он может стать детским невропатологом или кардиологом кем-то, отправляет обучаться. И опаньки, девочка замуж выходит, декрет и так далее. Что дальше делать? Будет ли этот абитуриент нести ответственность и все-таки после декрета отрабатывать в родном Учкекене? Вы знаете, там он должен календарных три года отработать. Если он не отрабатывает, он выплачивает стоимость обучения в этом университете. Так, вот Фатима Абдокова из Черкесии пишет, сделала прививку «Все хорошо», где в Черкесии можно сделать анализ на антитела бесплатно. И вот, кстати, об этом очень много вопросов задают, потому что на федеральном уровне в Распотребнадзоре и Минздраве говорят, если вы недавно переболели, то не спешите делать вакцинацию, потому что у вас антитела есть. И люди хотят проверить уровень своих антител до прививки и после. И давайте мы ответим на этот вопрос после рекламы на канале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Дарите эмоции. 585 Золотой. Праздничная мега-акция в Ветских мехах. Скидки до 50%. При покупке шубы куртка в подарок. Успей до 8 марта включительно. ТЦ Панорама. Первый этаж. Биберлэнд. Миру цирк. Долгожданное открытие Кисловодского цирка с 13 марта. Московский цирк Никулина представляет. Грандиозное цирковое шоу династии Багдасаровых. Планета 13. Весна будет чудесной. С Московским индустриальным банком. Рефинансируйте кредит по ставке не выше 8,8% годовых. Оставьте заявку на сайте minbank.ru или приходите в офис. Московский индустриальный банк. Утро – это прилив бодрости и желания творить. Это не туфли, это какое-то чудо. Посмотри, я вообще, я в восторге. Только сережки себе не одену. Утро – это улыбки и радость. Доброе утро приносит добрый день. Не пропустите «Утро России», Карачаево-Черкесия. Это горячая линия телеканала «Россия-1». Мы работаем в прямом эфире. И вот сейчас мы хотим получить ответ на вопрос, можно ли сдать бесплатный анализ на антитела до прививки и после прививки. Вы знаете, любой анализ, тем более этот анализ связан с забором крови, это является медицинской манипуляцией. Любая манипуляция, она имеет свои последствия. Поэтому она назначается только по рекомендации врача. У нас у каждого есть свой участковый, есть свой лечащий врач, если мы имеем какие-нибудь хронические заболевания. Они должны обратиться к своему участковому врачу. И если есть медпоказания для того, чтобы он прошел тест на антитела, конечно, это будет тест сделан в медицинских целях, будет сделан бесплатно. А если для информативности этот тест нужен, то тогда это делается все за счет средств граждан. Да. Ну, Ристан Алботов из Черкесска. Хочу выразить благодарность всем сотрудникам городского бюро МСЭ за чуткое отношение. Мы с мамой приезжали получить инвалидность. К нам отнеслись по-человечески с огромным уважением и вниманием. Дальше та же. Марина Абдуразакова из Нечне-Тиберда. Ребенку моему дали инвалидность. Отнеслись очень внимательно. Ничего не требовали. Спасибо. Лариса из Черкесска, инвалид первой группы. Хочу поблагодарить всех сотрудников ТЭК, сказать им спасибо. Мне была нужна пересадка печени. Мне все сделали. Было быстро, очень качественно. Сразу же без проволочек дали инвалидность. Скажите, пожалуйста, что произошло с АфТЭК? Что вот сегодня вместо того, чтобы люди говорят о том, сколько стоит получить инвалидность, выражают вам благодарность и говорят, что вы ничего не взяли. Совершенно бесплатная процедура, поверьте мне. Ничего не произошло. Работаем в тесном сотрудничестве с лечебно-профилактическими учреждениями, с Минздравом. У нас работа пошла, у нас работа идет хорошо. Мы работаем во благо нашего народа. Спасибо большое. Так, далее. Я нахожусь на гемодиализе. Также у меня вторая степень диабета. Инсулинозависимая в текущем году. Это тоже про лекарства. Вот те, кто сейчас подключился к телевизору, скажите, пожалуйста, что произойдет 9 марта с лекарствами, на что надо надеяться? У нас закончился этап регистрации данных лекарственных средств, которые находятся у нас в КЧР-фармации, и они будут переданы для того, чтобы те, кто в них нуждается, и у кого есть выписанные рецепты, они их получат. Руслан Буташев из Черкеска. Можно ли делать прививку от ковида онкологическим больным? Я спрашивал врачей, мне говорят, это на ваше усмотрение. Что мне делать? Сергей Васильевич, как вы говорите? Если можно, я отвечу. Дело в том, что назначать прививку, разрешать ее, имеет право только лечащий врач после всестороннего изучения состояния здоровья пациента. То есть он должен посмотреть, какое у него заболевание, на какой стадии. В стадии обострения, в стадии ремиссии. Возраст больного учитывается. Учитывается, был ли он в контакте с инфекционными больными за последние годы. Там много очень факторов. То есть одним словом отвечу, обраститесь к своему лечащему врачу, и он вам скажет, можно вам делать прививку или нет. Вот я чувствую, как сейчас наш зритель пытается парировать с вами, а если врач не хочет брать на себя ответственность и сказать, делать или нет, и говорит, на твое усмотрение. Потому что ведь тяжелый случай онкологически больной. Я считаю, что врач в любом случае берет на себя ответственность, когда принимает пациента, назначает ему какое-то лечение, какие-то лечебные препараты. Это точно такая же процедура, лечебное проведение вакцинации. Поэтому любой врач должен на себя брать ответственность. А так, я не думаю, что врач должен говорить. Анна Кириенко, 72 года, Черкесск. Идет агитация делать прививку от пневмокока пожилым людям. Я пришла в поликлинику, министра сказала, что таких прививок в Карачаево-Черкесии нет и не будет. Я позвонила в наше министерство здравоохранения. Молодой человек мне очень доброжелательно сказал, но вам же доктор все объяснил. Я ему объяснил, что это не врач, а медсестра. На что он мне ответил, что она просто так молодо выглядит. На этом наша беседа закончилась. Так есть у нас вакцина от пневмокока или нет? Вы знаете, это входит в календарь вакцин. И это сезонная прививка. Когда придется перед началом эпицезона, у нас будут данные препараты, и мы будем их обязательно, особенно старше 65 лет, мы их будем обязательно прививать. Так, из Икунхалка звонок. Я делал несколько раз колоноскопию с наркозом в Ставрополе. Делают ли ее в Карачаево-Черкесии? Конечно, делают у нас в Карачаево-Черкесии. А можете адреса, пароль и явки дать, куда можно обратиться? У нас и в онкоцентре делается, у нас делают в городской больнице, но сейчас там ковид-госпиталь находит. Также у нас в республиканской больнице данная процедура делается. И в лечебно-реабитационном центре. А скажите, пожалуйста, если из Икунхалка лечащий врач даст направление, можно ли это сделать бесплатно? По направлению врача, по медицинским показаниям, конечно, это будет сделано бесплатно. И еще вот вопрос из Икунхалка. Лечат ли в Карачаево-Черкесии бессонницу? Есть ли у нас сомнолог? Так называется, да, по-моему, врач? Сомнолог, да. У нас в республиканской больнице есть специалистка, у которого есть сертификат. Но, вы знаете, для начала надо понять, с чем связана бессонница. Наверное, надо сначала обратиться или к невропатологу, или к терапевту, и дальше уже он направит к русскому специалисту. Вот, Валерий Карданов с Черкесской спрашивает, почему в Карачаево-Черкесии пенсионерам не проводится протезирование по ОМС? Вот протезирование чего, не уточнил. Я, как понимаю, протезирование зубов. Зубов, наверное. Вы знаете, на сегодняшний день есть группы, имеющие льготу, но на сегодняшний день эта льгота заменена монетизацией, они получают деньги, и в связи с этим они протезируются за свой счет. Так, группа людей, кому положено бесплатное протезирование, они должны обратиться в республиканскую или стоматополиклинику государственную по месту жительства, их там поставят на очередь, и дальше им, я думаю, будет оказана помощь. Любовь Ивановна Литвина, в городе Черкес, 70-го года. Я уже три года принимал редкое лекарство Эликвис, он пропал из аптек, когда он появится в продаже, от него очень зависимо. Ну, я могу сказать, что в нескольких аптеках знаю, что он продается, недавно сам покупал. Это же не жизненно важное бесплатное лекарство. Это препарат, кроверазжижающий препарат, на сегодняшний день там Эликвис, Ксорелта есть, аналоги, они есть в аптечной сети, и есть люди, которые перенесли там инсульт, или какие-то, у них есть заболевания, связанные с кровотворной системой, которым назначают данный препарат по медицинским показателям, и он имеет право на льготу тогда, он предоставляется за счет государства. Дышекова Мариат из Черкесского мужу два раза делали операцию на сердце, год назад сделали шунтирование. В городской поликлинике нам сказали, что инвалидность нам не положена. Так ли, и что нам дальше делать? Муж работать не может. Две операции шунтирования. Если есть ориентировочные сроки временной нетрудоспособности, они регламентированы, они утверждены фондом социального страхования и Минздравом. Если они не превышают сроки вот этих ориентировочных сроков, то срок медицинской реабилитации еще не прошел, и они должны наблюдаться у лечащего врача. Если все сроки прошли, направление на МСЭ, нет, нет, его должны направить, направление на МСЭ оформляется и направляют к нам на экспертизу. Но получается, они не смогли получить... Мы должны пройти первый этап медицинской реабилитации, а потом уже этап лечения, а потом медицинская реабилитация. Давайте тогда после эфира мы дадим... Вот она и телефон оставила, и фамилию. Да, вы просто не созвоните, пожалуйста. Вдруг лечащий врач не знает, что делать. А так после операции на сердце даже Борис Николаевич Ельцин страну управлял. Ну да, ну пусть обращается, вот звонит или приходит, мы объясним. Хорошо, мы вам передадим этот вопрос. У моей мамы инвалидной второй группы, Елена из Черкесска, в марте ее срок истекает. Нам говорят, что будет продлеваться автоматически. Еще раз повторите для тех, кто сейчас подключился. Как будет автоматически продлеваться инвалидность? Есть временный порядок установления инвалидности, порядок признания лица инвалида. Значит, с 1 марта по 1 октября этот временный порядок, который идет с 1 марта прошлого года, он дальше продлевается. И пенсионный фонд нам, грубо говоря, скидывает список лиц, у которых ранее была установлена инвалидность, и мы им автоматически продлеваем. Давайте сейчас я вам передам вопрос Дышекова, Марьян, чтобы она была уверена, что вы займетесь ею. То есть вы узнаете, когда делали операцию и все остальное. А вот Азрит Алибачаев из микрорайона Московский спрашивает. Я работающий пенсионер. Почему нас вовремя не информируют о том, будут или нет продлевать срок самоизоляции 65+. Информации нигде нет, никто не знает, выходить на работу или нет. Из-за этого у нас могут быть прогулы. Вы знаете, еще у нас с начала изоляции еще не было периода, когда мы отменяли данное постановление. И на сегодняшний день он продлен до 19 марта. То есть до 19 марта все должны сидеть дома? Да, это будет опубликовано. Они увидят, это будет и в соцсетях, это будет и объявлено. И у нас в Вестях тоже. Вот тоже про лекарства. Но тут еще очень интересный вопрос. Качиева Алиля, 68 лет, проработала на станции скорой помощи, 30 лет. У нее сахарный диабет. Про лекарства вы уже сказали, что 9 марта начнется выдача. Но она спрашивает, почему в Карачаево-Черкесии не выдают тест-полоски? Тест-полоски мы стараемся деткам выдавать. Нашим, к сожалению, у нас тоже больные детки есть. А у нас в приоритете приобретение лекарственных препаратов. И в этом году мы тоже будем приобретать и тест-полоски для инвалидов первой группы. Постараемся в этом году тоже по максимуму обеспечить. Но я хочу еще раз сказать, в приоритете на сегодняшний день приобретение лекарственных препаратов. Я Костина Антонина Григорьевна из Черкеска, Птигорска, Шоссе, 3. 70 лет, она телефон свой дала. Мне удалили полностью щитовидку. Это 14 лет назад было. Я сам лично с ней общался. При таком положении дел имею ли я право на инвалидность? Это первая половина вопроса. Второй, мне назначили L-карнитин-75, но это лекарство исчезло из аптек. Может, но и займется хороший доктор, назначить что-то полезное, что имеется в аптеке? Ну, я думаю, что если 14 лет... Вообще, по щитовидной железе это единственный орган, который лечится. Вот по этот... Который не дает, как сказать... Не дает... Ограничения потурноспособности. Ограничения жизнедеятельности. И часто мы вот даже впервые устанавливаем группу инвалидности, и через некоторое время мы снимаем группу. Потому что адекватно подбирается лечение гормональное, и вот человек как-то вот живет на гормонах. Ну, давайте тогда попросим министра, чтобы... Но в данном случае, если... Мы же не знаем, какие у нее сопутствующие заболевания. Мы не знаем. Это все решается индивидуально. Если у нее есть какие-то другие, учитывая возраст, я все-таки предлагаю ей как-то вот... Или можем мы поехать посмотреть. Может... Да, вот она, телефон есть. Если даже, может, с ней эндокринолог свяжется, что-нибудь другое посоветует. Если это, пусть наши эксперты поедут на месте, посмотрят. И у нас эта практика есть. Если это положено, будет, мы, конечно же... Уважаемая Антонина Григорьевна, мы ваши контакты передадим, и с вами свяжутся, и порешают ваши вопросы. Далее. Благодарю министра Шаманова за то, что он держал слово, и нам выплатили все деньги до копейки за работу в ковидном госпитале. И она уточняет, северной. Я погасила все долги, кредиты. Но если я ничего не путаю, нам еще обещали почетные грамоты. Хочется получить такой документ. Деньги уже растратила, почетная грамота будет греть душу. И при выходе на пьесе чем-нибудь поможет. Медсестра, имя прошу не называть, очень стесняюсь. Спасибо большое за благодарность. Но эта благодарность, мы, скорее всего, тот орган, который выполняем посредническую функцию в этом. Деньги вам заслуженно, вами заработанные, выделяются из правительства Российской Федерации, по указу президента Российской Федерации, а также по указу главы идет доплата из регионального бюджета. Наша задача была, чтобы вы их вовремя все получили. И я очень рад, что вы оценили и наш труд тоже. Насчет грамоты я хочу сказать, что вы все достойны уважения, вы все достойны благодарности. И я уверен, что чуть-чуть, когда позволит эпидситуация, мы все соберемся и, я думаю, всех достойных наших коллег, конечно, наградим. Спасибо. В поликлинике Карачаевского при желании сдать бесплатный анализ крови, называют даты из очень далекого будущего или говорят, что реагентов нет. При этом отправляют конкретные частные лаборатории. Ведь и так ясно, что частные лаборатории выплачивают врачам вознаграждение за привлечение пациентов. В чужой карман смотреть нет желания, но бесплатную медицину никто не отменял. Мне кажется, что делая недоступным бесплатные анализы, некоторые медики занимаются дискредитацией Минздрава. Может, министр создаст тайную комиссию и попробует осуществить контрольную сдачу бесплатных анализов? Марьям Курджиева. Спасибо большое, Марьям. Я полностью с вами согласен, что никто не отменял бесплатную медицину по медицинским показаниям. И мы с этим будем бороться только вместе. Вот ваше обращение. Я не буду афишировать, готов вас всех выслушать на приеме. И также мои коллеги, которые здесь сидят, в министерстве. Мы готовы вас выслушать. Если не хотите, не будем говорить, кто. Фамилия, имя, отчество наших коллег, которые вас направляют на платные анализы. Я не исключаю того, что есть какая-то заинтересованность. Хотя я уверен, что в здравоохранении республики работает, и особо пандемия это показала, 90% может и больше тех, которые добросовестно выполняют свою работу. Но если есть те, которые где-то пытаются лукавить, я готов выслушать. Только мне надо знать точно, кто что. И я обещаю, что не будем афишировать. То есть выдавать тех, кто вам жалуется, вы не будете? Ну, вы знаете, они же не только за себя беспокоятся. Есть понятие, что выдал кто жалуется. А есть понятие, когда человек... Потому что каждый из нас от этого не застрахован. Завтра мы можем оказаться в той ситуации, когда нас пошнут куда-то сдавать анализы за большие деньги. Поэтому пока мы здесь работаем, мы должны выполнить свой долг и в то же время обезопасить жителей республики от тех людей, которые пытаются незаконно на них зарабатывать деньги. Плешков Юрий Юрьевич спрашивает. У меня сын инвалид с синдромом Дауна. Ему требуется лечение зубов под наркозом. Ранее этот вопрос уже поднимался, но по причине ковида завис. Будет ли он решаться в дальнейшем? И дальше он хочет выразить благодарность. Моя мама 94 года перенесла ковид. Хотим поблагодарить врачей урологического отделения за внимание и оказанную помощь. Ну, маме здоровья и с наступающим праздником. А данный кабинет у нас уже создан на базе детской больницы. Республиканской. Данный кабинет есть, функционирует. Просто надо обратиться. Там назначат день, потому что подача наркоза – это достаточно серьезная медицинская манипуляция. И поэтому нужны определенные анализы, нужны определенные медицинские подходы. Я думаю, что все это реально. И они могут обратиться в детскую, еще раз повторяю, в республиканскую больницу. И там этот вопрос они решат. Так, Герман Матенко. Тамара Павловна спрашивает. С прилавок аптек пропал преднизолон, я от него очень зависима. Его нет даже в скорой. Никакое другое лекарство мне облегчения не приносит. Какое лекарство появится в аптеках? Вы знаете, у нас, честно сказать, мониторинг аптек. Я сейчас, я обязательно завтра узнаю, есть ли он в аптечной сети. Но на скорой помощи он есть. Есть его аналоги. Это гормональный препарат. Поэтому вы создадите мне телефон, мы свяжемся, мы дадим поручение нашему лицензионному комитету. Он узнает, где, в каких аптеках есть данный препарат, по какой цене, и мы ее проинформируем. Вот, Тамара Павловна, вы позвоните, пожалуйста, к нам еще раз и назовите свой номер телефона. Не стесняйтесь, чтобы вам сказали, где эти лекарства имеются. Финцева Галина из Черкеска спрашивает. Имеются ли в городской больнице программаторы для проверки импортных кардиостимуляторов? Вы знаете, вообще в городской больнице их нет. И кардиостимуляторы проверяют. У нас есть сосудистый центр, где проверяют. Но там, вы знаете, их много видов, много типов. Поэтому на все типы у нас не может быть оборудование. Желательно это делать в той клинике, где был поставлен. Если где-то надо будет помощь Минздрава, мы готовы оказать соответствующую помощь, где-то направить на консультацию за счет средств бюджета. Полностью готовы сопровождать данных пациентов. Светлана Шамолова из Черкеска. Хочу поблагодарить сотрудников Министерства здравоохранения. Особенно Белла Зритовна Батчаева и Шат Хатуеву. Своих добрые отношения по квоте два раза делала операцию в Астрахани. Мужу давали направление в институт имени Бурденко. Всегда позвонят, предупредят, все по-человечески никогда не отказывают. Спасибо. Так, вот еще интересный вопрос есть. Сначала, при чем я его озвучу, хочу спросить. Вот врачи во время пандемии показали, что они герои, плакаты мы всем аплодируем и так далее. Но ведь кроме ковида, есть и другие болезни. Были за этот год, может быть, жалобы на ваше имя, обращения на врачебные ошибки. Было ли, что кроме того, что вы всех хвалили за борьбу с ковидом и почетный грамот, обещаете, кого-то ругали? Это работа, это ежедневно происходит. Кого-то шмалим, кого-то ругают. То же самое и нас. Сегодня нас могут похвалить, а завтра нас тоже могут поругать за нашу работу. И обращения на горячую линию граждан очень много. Ну, вот сейчас чуть меньше стало обращений на горячую линию. Значит, где-то напряженность чуть спадает. А во время ковида, конечно, никто не отменял других заболеваний. Но мы смогли сохранить республиканскую больницу, где вся экстренная помощь, не связанная с ковидом, оказывалась. Мы смогли сохранить сосудистый центр, где проводились чрезкожные вмешательства, где лечились наши больные инсультом, тоже не связанные с ковидом. Мы сохранили онкоцентр, хотя во многих регионах крупные больницы были переведены в ковид, и больные онкологические патологии, кто имеет, они лечились во время ковида в онкоцентре. Мы полностью сохранили детскую больницу, все детки получали помощь. Мы сохранили перинатальный центр, где у нас проводились. Мы постарались, постарались по максимуму сохранить и ту помощь, которой нуждаются жители, кроме ковида. Конечно, это не удалось нам сделать во всех районах, потому что многие мои коллеги переболели. Во многих районах, Джигутинский район, в Хабецком районе был госпиталь. Какие-то были ограничения, Роспотребнадзор нам давал ограничения по плановой помощи, по диспансеризации, по профосмотрам жителей нашей республики. Но я надеюсь, что эпицитуация нам уже позволила к тому, что мы с 15 февраля сняли ограничения на плановую помощь. И вот сейчас восстанавливаем и диспансеризацию, и профосмотры, и работу участковых наших служб, и работу нашего амбулаторного звена, и плановой госпитализации в стационары нашей республики. Все это восстанавливается, и я думаю, мы уже активно переходим, так сказать, к мирной жизни. Ну вот, не ковидное заболевание, жалоба. Артур Боисов, 42 года, Черкесск. В конце сентября 2020 года я попал в уродилинии республиканской больницы, где был поставлен диагноз «вазомоторный ренит». Его лечащий врач Гюсан. Мне была сделана резекция задних концов нижних носовых раковин с использованием радиоволнового ножа. Не буду рассказывать о моих дальнейших мучениях и мыторствах, но с поставленным диагнозом в Черкесске согласились еще три врача-отоларинголога. Когда я стала объяснять, что несогласен с диагнозом и мое самочувствие ухудшается, мне настоятельно рекомендовали обратиться, как вы думаете, к психиатру. Я поехал не к психиатру, а в УФУ, к Дмитрию Александровичу Щербакову, заведующим отделением хирургии головы и шеи Всероссийского центра глазной и пластической хирургии. Он поставил мне диагноз «синдром пустого носа». Была проведена серьезная операция, установлены импланты. Думаю, медики поймут, насколько серьезны последствия такой операции. Но когда за такие серьезные ошибки начнут отвечать врачи? Вы знаете, сейчас я не смогу ответить на данный вопрос. Да, тут все документы, все есть. Тут нужно заключение экспертов и заключение ни одного института в УФЕ. Я считаю, что Гюсан Арсен-Онникович достаточно очень квалифицированный врач, который сделал очень много для развития онкологии в Карачаево-Черкесии. Воспитал очень много хороших, на самом деле, хороших врачей, кандидатов в науку. Он является зав. кафедрой. Я думаю, что оценить действие отделения мы сможем только опираясь на экспертное мнение других специалистов. Поэтому вы передайте нам жалобу, и дальше мы уже будем рассматривать ее в порядке. Крупола Валентина Схасаут-Греческого дозвонилась до нас и хочет поблагодарить Казима Зриталевича за то, что он лично принял участие в оказании мне помощи во время болезни. Контролировал доставку лекарств на дом, когда тяжело болело. Спасибо большое. Шавушева Марина из Черкесии спрашивает. В октябре вся наша семья переболела ковидом, но ни одной таблетки никакой компенсации не было. Чего нам ждать в дальнейшем? Ведь в других регионах компенсация выплачивается. Вот, может, до нее не дошли таблетки? Про компенсацию ты уже не слышал, что в других местах дают? Ну, нету. Просто, как говорит Сарафан на радио, может рассказывать, что платят компенсацию. Были разговоры, что всем больным, кто перенес ковид, дадут автоматически или инвалидность, или какие-то выплаты. Лекарствами обеспечивались по назначению врача только те, у кого были серьезные симптомы, достаточно симптомы заболевания. Если человек его переносил в относительно легкой форме, то в лекарственной поддержке он не нуждался. Но да, были перебои с поставкой лекарственных, я не отрицаю, что были перебои с поставкой лекарственных средств в амбулаторное звено, но на сегодняшний день компенсации нет. Фатима Саратюза спрашивает. Мне 58 лет до пандемии предлагали сделать замену тазобедренного сустава. Тогда я побоялась, теперь готова. Но, видимо, из-за коронавируса боялась. Куда мне обратиться, чтобы получить квоту? Давайте на этот вопрос ответим после рекламы на канале «Россия-1». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова Редактор субтитров А.Егорова по полюса а вот платно пожалуйста вы знаете я еще раз хочу вернуться к этому что любая медицинская будь то процедура будь то обсмертывание она все делается только по назначению врача и по медицинским показаниям если это человек хочет для себя понять что-то этот болит и сам обращается в лечебное учреждение да его могут направить на платный прием но если он направляется туда по медицинским показаниям или участковым врачом терапевтом или лечащим врачом то эта процедура делается бесплатно то есть надо обратиться к врачу если да помогает вам однозначно так георгий урусов с коста хитагурова дозвонился до нам 20 до нас 21 год объявлен годом здравоохранения от имени жителей нашего села прошу помочь выделить автомобиль нашему фапу вот на вообще это год медицины и мы обязательно рассмотрим вопрос по выделению автотранспорта в село кастахи тагуров это карачаевский район мы этот вопрос возьмем на контроль посмотрим в каком состоянии находится сейчас санитарный транспорт какой район обслуживают и в зависимости от этого будет решен вопрос о выделении того или иного автотранспорта марина чагарова спрашивает черкесск она вот видимо чуть позже просиди нас нашему эфиру цены протезирования чем высокий если у нас бесплатно протезирование ответьте пожалуйста еще раз на этот вопрос все льготы они закреплены законодательством российской федерации тот перечень жителей россии которые имеют право на льготы если она попадает в годный перечень она должна обратиться в стомат поликлинику по месту прикрепления там ее поставят в очередь и конечно год нет если год нет то на сегодняшний день я думаю очень большой выбор сейчас стоматологии у нас в республике в том числе и в городе черкесске надо просто мониторинг цен сделать посмотреть и выбрать то или иное протезирование которым ей доступно так любовь ляпин из джигуты когда наша больница будет принимать не только больных к вида мы с мужем не можем попасть на стационарное лечение я как понимаю если она говорит наша больница это это джигутинска это наверно или джигутинска и не городская больница не знаю какую больницу медведу но джигутинская больница сегодня работает только на выписку и я думаю что в течение там двух недель больница потом она там момент обработки санитарной обработки учреждения и после этого она примет своих пациентов жителей джигутинского района и города джигуты николаенко лидия ванна черке 72 года и успешно прошла два этапа вакцинации чувствую себя хорошо мне не дает покой один вопрос что мне дала эта вакцинация появились у меня антитела которые в случае заражения помогут не перенести инфекцию легкой форме и вот почему не проводится бесплатные обследования антитела вы знаете при тем как запустить вакцину в оборот она прошла три этапа клинических испытаний у всех у кого проходила она испытания вырабатывались антитела в той или иной мере и то что она привилась что это и дало это и дало защиту от этого тяжелого заболевания и как правильно вот она сказала любая прививка дает определенный процент стопроцентный ну как там 91 процент того что человек не заболеет остальные проценты на то что он переболеет в легкой форме это та же прививка и от гриппа и остальные прививки все что идут от вирусных заболеваний это или полная защита имеется человек не дай бог заболеет то это перенесет он легкой форме а вот интересный вопрос от жительницы джигуты она назвала свой возраст и забыла назвать свое имя я уже много лет страдал аллергией можно ли бесплатно сделать прививку новосибирскую вакцину вместо спутника по новосибирской вакцине хочу сказать что она гражданский оборот должна поступить где-то ну я думаю в двадцатых числах марта когда получит наша республика я не знаю но ближайшее время в этом месяце вакцина поступит она действительно для аллергиков дело в том что нет нет такого показания какая-то вакцина для аллергия какая-то для диабетиков опять же повторюсь все решает врач назначать вакцину или нет принцип действия всех вакцин одинаковый он заставляет организм вырабатывать антитела зависит все так вот как казино таллич сказал от завода производителя от города и так далее так что я не думаю что именно для аллергиков показана именно и пивак корона это не соответствует действительности и еще раз отвечая на ее вопрос хочу всех жителей карача черкесии сказать если с вас хотят взять деньги за вакцинацию значит там недобросовестные медработники просьба мне такие о таких фактах сообщать можно через редками его вашу можно напрямую министерство здравоохранения дарья иваненко жительница черкеска позвонила и сообщила 22 декабря заболела у меня подтвердили к виду ческому алика рашидовна позвонила сказала что я и могу звонить в любое время однако сколько не пыталась ей позвонить писала ватсап на связь со мной она вышла только 8 января 10 часов вечера причем написала в ответ я вам говорила про результаты и все вопросы знак я все это время ни разу не поинтересовалась как я чувствую себя не послала меня на компьютерную томограмму я лечилась сама а вот моей сестре участковой звонила постоянно на следующий день как подтвердили к вид волонтеры привезли лекарства через неделю ческому отправила ее на кт когда я забирала больничный поинтересовался маленький рашидовну почему она так ко мне отнеслась она очень недовольно ответила вас больных очень много я не успеваю у меня вопрос почему одни врачи все успевают а другие нет если будет третья волна мне опять покупать лекарства за счет ее сама себе назначать лечение ну вы знаете на сейчас я на основании обращения не могу судить о квалификации доктора но мы сейчас возьмем на заметку вот вы передадите нам мы проведем собственно расследование посмотрим объем работы как выполнялся я очень надеюсь что наша пациентка не заболеет тем более она уже перенесла у нее выработали с надеем антитела и мы желаем только здоровья скажите пожалуйста третья волна коронавируса будет потому что каждый второй вопрос про это знать я как врач считаю что у нас второй волны принципе не было это стадии одного эпид процесса которая началась где-то примерно марте месяце прошлого года поэтому разговоры сейчас о третьей волне но это не знаю детективы тут кто любит читать то что-то любит погорячее дело в том что я думаю что у нас будет потихоньку снижаться заболеваемость но опять же все зависит от нас от нашей грамотности от нашей дисциплинированности и один немаловажный фактор от наш от нашей ответственности вот сейчас у нас в республике идет массовая вакцинация населения но к сожалению вот по моим данным не все так я я рвутся поликлинику сделайте мне прививку многие вот слушают социальные сети телевизор какие-то желтую прессу читают и отказываются от проведения вакцинации вот это как раз таки контингент для так называемой как вы сказали третьей волны лидия антонова черкеска спрашивает когда откроется центр здоровья по улице кирова для граждан с 65 плюс вообще советую граждан нашим гражданам кому старше 65 лет вызывать медработников на дом чтобы не подвергать себе риску в лечебных учреждениях и но если это есть показания к тому чтобы она посещала наши медицинские учреждения то на сегодняшний день центр медпрофилактики у нас открыт тахир хапаев спрашиваю 2016 году перенес инсульт но инвалидность мне не дали мне сказали руки ноги работают мы таким инвалидность не даем это справедливо и вот еще продолжение вопрос светлана черкеска два года назад в москве брату сделали шунтирование если необходимы документы инвалидность не дает мсэ говорят что он здоров пусть работает значит москве с таким диагнозом работ нельзя у нас можно тогда можно я вопрос формулирую общим если кому-то не нравится выводы которые делают вашей организации они могут обратиться в прокуратуру как третьему лицу чтобы поставить хоть какую-то справедливость они просто ругаться по действующим нормативным документам есть трехуровневая система экспертизы нашей стране если гражданина не устраивает решение первичного звена он может обжаловать в течение месяца в главное бюро которое находится здесь же у нас в нашем учреждении если решение главного бюро не устраивает в течение месяца может обратиться федеральном бюро москву но в любом случае решение любого бюро и первичного и главного бюро и федерального бюро гражданин может оспорить на суде. Только в суде. А были такие случаи? Были. Были не часто, но есть. Один-два случая есть. Скажите, пожалуйста, если... Обратиться в суд, я извиняюсь, я особо не рекомендую. Почему? Потому что у них нет специалистов, экспертов по медико-социальной экспертизе, и чаще всего они привлекают тех же экспертов с Главного бюро. Во-первых. Во-вторых, это очень получается длительно по времени. Это оплата за услуги адвокатов и так далее. Я думаю, нужно поступать по-современному. И вот это уровни, которые сейчас имеются, обратиться в Главное бюро и Федеральное бюро. Сегодня это настолько все объективно, это все к этому подходит, что, я думаю, что вопрос разрешится даже не доходя до Федерального бюро. А эти граждане, которые вот обратились, если можно, пусть обратятся ко мне с имеющимися документами. Я разберусь. Хорошо. Вот сейчас поговорим о реабилитации постковидных больных. Очень много вопросов. Вообще в обязанности врачей, Минздрава и вообще медицинского сообщества входит ли в мониторинг здоровья тех, кто уже переболел, потому что постковидные синдромы появились. Многие реально, люди не стесняются говорить о том, что у них чуть-чуть проблемы с головой появилось, бессонница, панические атаки. И вот вопрос, готова ли наша психологическая, психиатрическая служба к такому нашествию пациентов, потому что их много. Вы знаете, конечно, как любое заболевание, ковид поражает много органов. Особенно, если до этого у человека были какие-то проблемы с тем или иным органом или какие-то хронические заболевания, они в постковидном периоде и во время ковида обостряются. Конечно, мы ведем учет всех тех, кого мы выписали из больниц, которые перенесли среднюю или тяжелую степень ковида. Также весь список тех, которые имели положительный результат, он есть во всех районах нашей республики и наша амбулаторная сеть о них, конечно, знает. Она ставит у себя на учет, проводит мониторинг данных больных по заболеваниям, особенно тех хронических заболеваний, которые у них обострелись после ковида. А именно то, что вы говорите касаемо психиатрии. Конечно, у нас есть хороший психиатр в республике, который будет ставить диагнозы. Но, вы знаете, таких случаев немного. Просто во время самой болезни очень часто были проявления агрессии. Были часто проявления агрессии, проявления панические настроения. Но это все вирус, он также попадает и в голову, попадало в голову, также в нервную систему поражал. Это все как бы симптомы заболевания. И когда заболевания проходят, я уверен, что наши люди восстанавливаются и все будет хорошо. Во время пандемии в социальных сетях была массовая рассылка друг к другу. Люди говорили, что надо как-нибудь задокументировать болезнь ковид, потому что потом будут раздавать инвалидность. И чем больше поражения легких было, тем быстрее это можно будет получить. Скажите, пожалуйста, поражение легких и инвалидность, они друг другу помогают для того, чтобы получать пенсию? Ну, раздавать, наверное, это слово не знаю, кто. Я первый раз об этом слышу. Я тоже здесь живу, в этой республике. Но чаще всего при ковиде поражаются легкие. И со стороны легких осложнений какие бывают. Это фиброз, это дыхательная недостаточность. Если они приводят, опять-таки, я не знаю, я уже несколько раз повторила это слово, к стойким ограничениям жизнедеятельности. И это все решают лечащие врачи. И направляют к нам на экспертизу документы без их участия, если положено, устанавливаем группу инвалидности. Светлана Чумаева, жительница Черкесского болела ковидом, лежала в госпитале. Хочу поблагодарить всех врачей за их теплоту, внимание, заботу. Я даже не предполагала, по вашим наблюдениям, когда пройдет слабость, которая меня просто замучила просто в выписке из госпиталя. Вы знаете, это у всех индивидуально. Есть, вы знаете, вот у нас такая республика, такие жизнерадостные люди, что я более чем уверен в кругу семьи, положительные эмоции, здоровый образ жизни. Вот это все приведет к тому, это ускорит выздоровление человека и к тому, что пройдет слабость. А так сказать однозначно, что вот у вас через две недели пройдет слабость, вы знаете, тут тоже есть мои коллеги, кто, я переболенный, я по себе не знал, когда у меня что пройдет. Поэтому тут чисто индивидуально. Фаризат Семенова Зеленчука задает вам вопрос, если бы вам понадобился врач, кого выбрали бы, Мясникова или Малышеву? Я бы, выбрал наших врачей. Я сам переболел, вот я скажу, вот, наверное, у меня многие спрашивали, министр болел ковидом или нет. Да, я в декабре болел и лечился у наших врачей. И их считаю одними из самых квалифицированных. И я скажу больше, очень много людей из других регионов звонили, вот Тамара Усмановна сидит, она была у нас ответственна за госпитализацию. Она знает, что Ставропольский край, Дагестан, другие регионы звонили, чтобы попасть на лечение к нам. Поэтому я думаю, что с большим уважением отношусь и к Малышевой, с большим уважением отношусь и к Месникову, но выбираю, да, врачей, короче, очень тезис. Мы поздравляем вас тоже наступающим 8 марта, вот, от нашего телеканала мы дарим вам цветы, вот, будьте здоровы и вы. Уважаемый министр, скажите, пожалуйста, подведите итоги. До 19-го часа у нас режим самоизоляции продлевается для листа 65-ти лет и 9-го числа начнут выдавать лекарства. Верно? Вы... Очень хороший вопрос. Я на него с удовольствием отвечу, что до 19-го числа режим продлен, лекарства, те, которые на сегодняшний день у нас уже поступили, они начнут выдаваться. У нас заключены контракты на поставку, потому что много нозологий, которые мы на сегодняшний день должны предоставить лекарственные средства, и я уверен, то, что в течение короткого времени эти лекарства все поступят в нашу республику. Но у нас, я еще раз говорю, есть приоритет, это, конечно, наши больные детки, наши беременные, наши будущие мамочки, вот, те категории, на которых мы в первую очередь стараемся обратить внимание. Я очень извиняюсь перед нашими жителями республики, если где-то мы кому-то вовремя не смогли помочь, но поверьте мне, что весь медицинский коллектив Карачаева-Черкесии, все медработники, я еще раз хочу сказать, более 90% стараются и работают ради вас. Спасибо большое. Это была Горячая Лина на телеканале «Россия-1». Далее Москва в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова